Впервые в истории Сургутского района. В этом году муниципалитет получил от региона 120 миллионов рублей на выплату субсидий многодетным семьям взамен земельного участка. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Специалисты администрации подчеркнули, что это 30% от всей суммы, которую предусмотрел округ на эти цели в 2022-м. На получение денежных средств претендуют семьи, которые встали в очередь на выделение земельного участка до 31 декабря 2017-го. Чиновники отметили, что в этом году круг тех, кто может рассчитывать на такую поддержку, расширился. Ранее она полагалась только семьям, заявившим о потребности до конца 2016-го. Сегодня получение субсидий в Сургутском районе ждут 458 семей. Миллион 200 может быть выключено семье, которая ни разу не пользовалась мерами поддержки. И, соответственно, 500 тысяч рублей получает семья, которая пользовалась мерами поддержки. Получив эту субсидию, многодетные семьи могут затратить средства на улучшение следующих личных условий. Это может быть как минимум и приобретение квартиры, и строительство жилого дома. Если ранее такие многодетные семьи могли затрачивать средства субсидии на погашение потечного кредита за те квартиры, которые они приобретали, и срок их эксплуатации должен был быть не более 15 лет, то сейчас это жесткое, по моему мнению, условие ушло в небытие, его отменили. Продолжается в Сургутском районе переселение людей из аварийных многоквартирников. Сегодня в муниципалитете насчитывается 400 тысяч непригодных квадратных метров. Это 560 домов, в которых живут 7,5 тысяч семей. В этом году на улучшение их условий и выплату выкупной стоимости за изымаемые квартиры Сургутский район потратит 1 миллиард 350 миллионов рублей. Львиная доля этих средств – деньги из окружной казны. Мэрия муниципалитета планирует выкупить 53 квартиры в Русскинской, столько же в Ленторе и 102 помещения в Белом Яру. По словам директора профильного департамента, за 2022-й около тысячи человек переедут из Деревянного в Капитальный жилфонд. Через буквально дней 10 пойдут первые оплаты. У нас будет получение квартир в Русскинской. Соответственно, декабрем и Ленторе и Белый Яру мы закрываем. То есть мы к концу года только эти квартиры получим. Январь, середина февраля ориентировочно в собственности муниципальных наших образований поступят квартиры эти. Предварительно администрации поселений начинают с начала года работать с жителями. То есть граждане собирают пакет документов и, грубо говоря, уже на низком старте готовятся для того, чтобы заключать соответствующие договоры, получать ключи. То есть мы с вами можем ориентироваться на февраль.